Евангелие от Луки, первая глава «По порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Дух Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему ответ, я, Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и удивлялся, что он медлит в храме. Он же, вышед, не мог говорить с ними, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы, его возвратился в дом свой. После тех дней зачала Елизавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давида. Имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала, «Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Вставши же Мария во дни те с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарий и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что Он презрел на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока Своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени Его до века. Пробыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захариею. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем?» И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн, имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали об этом всем по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили «Что будет, младенец сей?» И рука Господня была с ним. А Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему пути, дать уразуметь народу его спасение в прощении их грехов, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Субтитры создавал DimaTorzok